Если королевой среди декоративных кустарников является роза, то настоящий король вьющихся и красиво цветущих растений – это всеми любимый красавец клематис. Но сегодня речь пойдет о совершенно уникальном сорте, который за короткие сроки успел покорить своей красотой сердца многих цветоводов. Называется этот необычный на вид клематис тайга. Этот красивейший махровый сорт японской селекции обрел огромную популярность и спрос среди садоводов всего мира. Его яркая неповторимая краска и форма роскошных цветов сравнимы с произведением искусства. Не зря этот клематис был награжден на международной выставке Плантариум в 2016 году. Его фантастические цветы достигают 15 сантиметров в диаметре и по внешнему виду чем-то напоминают кактусовые георгины. Однако сорт тайга уникален тем, что за период цветения несколько раз меняет окраску и форму своих великолепных цветов. Таким образом на одном растении одновременно можно наблюдать совершенно разные по виду и даже оттенкам цветы. Интересная игра контрастов наблюдается в сочетании сине-фиолетовых и даже с пурпурным отливом оснований лепестков и их лимонно-зеленых кончиках, а также нераскрытой сердцевины. Лепестки красиво загнуты вовнутрь и имеют более удлиненное и тонкое окончание. А самые нижние лепестки более широкие и похожи на большую шестиконечную звезду. При должном уходе размеры цветов могут быть гораздо крупнее заявленных. Они распускаются по всей высоте лиан, выделяя ее среди прочих растений в саду. Сорт тайга характеризуется не только редкой красотой и игрой самых разных контрастных красок, но и продолжительностью цветения. Оно растягивается почти на все лето по сентябрь. Данная лиана отрастает на высоту 2-2,5 метров, при ширине кроны 1 метр. Такие растения отлично подходят для вертикального озеленения. С их помощью можно украсить не только клумбы и цветники, но и садовые арки, беседки, ограды, стены построек и самые разные опоры, которые они смогут оплетать. Клематисы хорошо цепляются за разные крепления своими черешками. Но если вы захотите задекорировать этой лианой сплошную стену или забор, прикрепите к ним на небольшом расстоянии решетку или прочную сетку. Клематис тайга с успехом выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах. С его помощью вы сможете преобразить не только территорию сада, но и придомовую зону, террасу или балкон. Не менее приятно и то, что данный клематис относится к третьей группе обрезки. То есть на зиму его не надо укладывать и высоко укрывать. Осенью всю надземную часть связают над второй-третьей парой почек. Далее прикрывают основание слоем мульчи, агроволокном, либо сухой опавшей листвой. В садах с мягким климатом укрытия не потребуется. Сорт способен переносить морозы до минус 23 градусов по Цельсию или минус 10 по Фаренгейту. На территориях с более суровыми и малоснежными зимами эту лиану лучше выращивать как контейнерное растение, зимовкой в прохладном помещении. Цветение этого клематиса происходит на побегах текущего года, поэтому короткая обрезка не только удобна, но и важна. Для того, чтобы растение каждый сезон радовало вас своим обильным цветением, высаживайте саженцы на хорошо освещенных местах или в легкой полутени. Лучше всего это южное расположение с укрытием от сквозняков. В тени клематис цвести не будет, но хуже то, что на таких участках он может заболеть. Для этих лиан не менее важно мульчирование, своевременный полив и подкормки. Клематис очень любит поесть и попить, хотя постоянное переувлажнение в зоне корней ему не подходит. Уже с весны и до окончания лета растение необходимо подкармливать, чередуя органику и минеральные удобрения для цветущих культур. В конце лета хорошо внести монофосфат калия. Он ускорит вызревание побегов и поможет растению удачно перезимовать. Для хорошего развития саженец необходимо изначально правильно посадить, расправив его длинные толстые корни. Яму выкапывают достаточно объемную, не менее чем 50 на 50 на 50 сантиметров. На дно обязательно укладывают толстый слой дренажа. Клематис предпочитает рыхлый и питательный грунт с нейтральной либо слабо щелочной реакцией. При посадке в состав добавляют песок, хорошо перепревший компост, залу или кашеную известь. Не лишним будет также внести под перекопку 2 большие ложки суперфосфата. Если вы захотите размножить свой клематис, воспользуйтесь самым простым методом отводков. Просто пригните и пришпильте побег к земле, и он со временем даст корешки. Клематисы также можно черенковать. Тем, кто уже выращивает эти роскошные лианы, очень сложно остановиться, поэтому хочется их как можно больше размножить. Клематисы – это одни из самых красивейших многолетних лиан, которые можно выращивать в самых разных садах. Поделитесь, пожалуйста, и вы своим мнением об этих растениях в комментариях. Возможно, у кого-то из зрителей уже есть этот замечательный сорт, перед красотой которого устоять невозможно. Цветы клематиса тайга можно рассматривать бесконечно. Они красиво переливаются разными оттенками и одновременно сочетают в себе как простую, так и махровую форму. Причем при разном освещении и погоде окраска лепестков меняет свои тона. Как правило, это яркое сочетание пурпурных, розовых, голубовато-синих, фиолетовых, кремово-белых и зеленовато-лимонных красок. Цветущий клематис сорта тайга сложно не оценить по достоинству. Его роскошные цветы словно красочные звезды, которые видны даже издалека. Это настоящее украшение любого сада на все лето и начало осени. Однако садоводам северных регионов лучше не рисковать и выращивать этот сорт в контейнере с зимовкой в прохладном помещении. В основном же уход за этим клематисом особо сложным не назовешь. Хотя я хочу сразу предупредить, что роскошного цветения от молодых саженцев лучше не ждать. В первые пару лет лиана будет наращивать свою корневую систему и набираться сил. Зато потом клематис покажет всю свою красоту и порадует вас не только роскошным, но и продолжительным цветением. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok